В эфире, но он пока еще на Ютубе. Давайте зажелтый. Друзья, вот у нас уже в гостях Яна Теплицкая, член Петербургской Общательной наблюдательной комиссии. И сейчас мы поговорим для наших избранных слушателей в Ютубе, зачем мы, собственно, здесь все собрались. А где, кстати, та кнопка волшебная? Какая кнопка? Ну, которая там вот этот вот. Почему нас было не видно? Это надо было в изменить видео залезть. Вот, мы с Татьяной обсуждаем. Почему у нас были проблемы с Ютубом, но сейчас они... Это ты виноват, потому что это вы своего покемона записывали и ограничили доступ. Ну, немножко, да. Надо, конечно, еще проверять, какие там настройки трансляции. Но не будем тешить нашу публику с клоками. Итак, история следующая. Я ее еще повторю, естественно, в радиоэфире. Общественная наблюдательная комиссия открыла набор в свой новый созыв. И надо, чтобы туда попали хорошие и приличные люди. Потому что, как мне кажется, власть у нас напихает туда всяких негодяев, либо там спойлеров, либо еще кого-либо. Вот. И вот об этом мы и поговорим с Яной. Если вы забыли, я вам напомню, что, собственно, вот дело сети, пытки людей, которых обвиняют в теракте, в содействии теракту в метро. Потом всякие страшные истории, как утверждается ФСБ, засунуло карабин, простите, в задний проход мужчине, причинил ему страшные травмы, и вот там продолжаются судебные действия. Про то, как засовывали, я не знаю, палец в ухо человеку. Яну не видно. Это все мы... Сережа, ты перекрываешь. Да, я перекрываю. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Вообще можно... Может быть. Я могу немножко отсесть. Вот так вот. Вот. В общем, все это мы знаем от общественной вредной комиссии. Вот. Поэтому это так важно, чтобы там были порядочные люди. Вопрос тут тоже, да. Я думаю, что Яна еще повторится в эфире. Вопрос как бы... Может ли человек... Вот, например, я хочу, да? И как мне попасть туда? Да, мы обсудим, да, как попасть, какие должны быть туда требования. Общественная палата этим всем занимается, согласовывает людей. Но это, на самом деле, тоже, на мой взгляд, проблема, потому что общественные палаты меня очень пугают. И там очень много всяких тоже каких-то спойлеров, каких-то совершенно странно непонятных людей. И не думаю, что они будут рады приличному сообществу в своих рядах. Вот. Румато Исторский. Так и что за гости? Я же рассказываю. Яна Теплицкая, член Петербургской общественной наблюдательной комиссии. Мы будем обсуждать начало созыва в новый состав общественной наблюдательной комиссии. Если так понимаю, второй раз нельзя, да, попасть? Можно. А, можно. Второй раз можно. До юра можно. А, до юра можно. Вот, слышите? А де-факто, если ты был активным, то вот последнее время не берут. Вот, вот. Это и будем обсуждать. Так что, на самом деле, если вы порядочный человек, у вас есть порядочные знакомые, то Мерси в ОНК деньги за это не платят. Если я сильно перекрываю гостя, тут не очень понятно мне по Ютубе, вы мне напишите, я, может, отсяду еще. У меня вот сейчас, по моей картинке ты не перекрываешь. А, значит, у меня тормозит видео немножко. Ну, видео у нас тормозит. Обновить страничку. Вот, собственно, друзья. Или знаете, когда на митингах вас вдруг задержат, засунут в вонючее помещение для задержанных с клопами, с, простите, блевочиной, всякими фекалиями, испражнениями, вам поможет общественная обеспеченная комиссия. Она придется и скажет, нельзя так человека содержать, а полиция скажет, почему нельзя? Вот здесь внутренние документы, которые запрещают. А, да, точно, блин, есть такие. И, может быть, вам будет полегче. Вопрос, кстати, о порядочности людей, пока у нас есть три минуты. И не знаю, Яна, слышали или нет, а про проект театральный, швейцарский, сейчас проходит фестиваль «Точка доступа». Ну, так вот, там швейцарский проект, он заключается в том, что спектакль «Гамлет» построен как суд над «Гамлетом», который убил полония. Соответственно, в качестве судей и адвокатов реальные судьи и адвокаты. Но Петербург — единственный город, где все судьи отказались быть судьями. Поэтому роль судьи исполняли адвокаты. И каждые три представления было, каждый раз были новые лица. Я видела в первый день, ну, не помню фамилию адвоката, который был в первый день, а во второй день была адвокат... Шатихина. Говорят, гражданская жена Кропачева. Но мы свечку не держали. В общем, это та самая адвокат, которая занималась делом Беглова с Максимом Резник. Вот эта вся история. И она же, керченские моряки, Иван Голунов — наркоман. Она считает, что Голунов — наркоман, что керченских моряков надо держать. Она защищала пака чиновника, которого избили стулом футболисты. Ну, так вот, и все театральные люди в таком восторге от неё пишут. Какая потрясающая! Она защищала Гамлета, и Гамлета оправдали. А там был суд присяжных, в принципе. Но она там выступала как звезда. И когда я им написала, я говорю, а вы знаете, что это женщина? Тра-та-та-тра. И у них шок. То есть у людей, да, то есть они ей восторгались. Думаю, боже мой, какая прекрасная адвокат. Вот таких адвокатов бы к нам в суды. Ну, нет, понятно. Она очень сильный адвокат, действительно. Но вот взгляды у неё вполне прогосударственные. Или кто платит, я уж не знаю. Я думаю, что это не прогосударственные. Я, например, очень хочу её в эфирах о Москве. Ну, как гости. Очень интересные. А там не будет продолжение контролировать условия стяжания Гамлета? Не-не-не. Если бы осудилят. Во-первых, его оправдали, и это всё, да. И этот проект проходит в, по-моему, 218 стран. Ну, а в основном оправдывают. В основном оправдывают присяжные. Вот. Но были и... Разные. Там интересные. Это вообще очень крутая штука. Так, возвращаемся в эфир. Ты выкручиваешь? Ну что, мы возвращаемся. Татьяна Троенская, Сергей Кагермазов. Ольга Павловна Дашук за звукорежиссёрским пультом. Зефирка тоже здесь. Всем привет. И мы приветствуем Яну Теплицкую, членам Петербургского ОНК. Яна, привет. Доброе утро. Да, история такая. Общественная наблюдательная комиссия. Те люди, которые имеют право заходить в помещениях задержанных в тюрьму и в СИЗО и рассказывать о жалобах заключённых и задержанных на условия содержания, возможно, на пытки, на все эти страшные вещи, о которых мы часто вам рассказываем, тоже. Объявляет набор в новый состав. И вот сейчас началось буквально с 19-го, по-моему, числа. Если я не ошибаюсь, начался этот набор. Нужны порядочные люди в эту комиссию, чтобы мы узнавали о вот этих вот нарушениях. Иначе мы все погибнем, как люди, морально. Вот я считаю. И дело в том, что в общественной наблюдательной комиссии Петербурга сколько человек, Яна, напомню? Ну, от 5 до 40 по закону. А сейчас сколько? 25. 25. И мы знаем о трёх людях, которые постоянно ведут какую-то публичную работу и докладывают нам о том, что происходит в этих страшных учреждениях. Вы сами понимаете, что творится. И поэтому, если у вас есть какие-то вопросы о БУНК, мы об этом всём расскажем и обсудим. Вообще, как туда попасть? Как вообще туда попадают? Потому что, да, сейчас объявляется набор. Да, общественная палата объявила 19 июля начало набора. В 42 регионах, в том числе в Петербурге. А этим занимается общественная палата. Да, общественная палата тут главная. Она объявляет набор. И она же, на самом деле, решает по своим каким-то критериям, которые никому не рассказывает, на самом деле. Взять или не взять. Да, решает, кого из тех, кто присылал документы, взять или не взять. И сейчас есть 60 дней, ну вот уже 57, на то, чтобы отправить документы в общественную палату и попросить сделать вас членом ОНК. А какие документы, Яну, нужно отправить? Документы, на самом деле, не такая большая проблема. Главное, найти организацию. Чтобы попасть в ОНК, нужно найти организацию, удовлетворяющую определенным критериям. Одна организация может отправить от себя одного или двух человек. И дальше нужно в общественную палату отправить документы организации, там, устав, протокол заседания, которое вас выдвинуло и так далее. Ну, вот такого рода документы. И документы, подтверждающие, что вы неплохой человек. Там, справка об отсутствии судимости, паспорт, трудовая книжка, такие вещи. То есть, самовыдвиженцев быть не может, как на выборах. Да, самовыдвиженцев быть не может. Но я думаю, что можно об этом думать, наверное, как об участковых избирательных комиссиях. В чем-то это все похоже. То есть, можно прикрепиться к какой-нибудь партии, ну, в смысле, к какой-нибудь организации и попросить... Да, организация должна быть правозащитной, существующей, не менее пяти лет, которая вела себя прилично. То есть, там, не иностранный агент, не имела предупреждения об экстремизме. С точки зрения государства, конечно, да. Важно, чтобы она была зарегистрирована, естественно, и так далее. Подробно вот эти все критерии можно прочитать либо в самом 76-м федеральном законе 2008 года об общественном контроле, либо ребята сделали сайт joinunk.org, на котором постарались подробно и коротко пересказать, какие документы нужны, кто может попасть в ОНК и так далее. Joinunk.org мы продублируем еще в Ютубе. Ну, это речь о новых членах. А вот те, кто уже есть, вот вы, например, вы остаетесь или как? А разницы никакой нету. Я точно так, тот человек, который уже был членом ОНК, может подать документы. Единственное, что нельзя, как президент, нельзя больше трех раз. Возможно, больше трех сроков подряд. Там, по-моему, такая же формулировка, которую теперь читают как подряд. То есть, надо рокировочку сделать. Так вот, точно так же, как и любой другой человек, я могу подать документы, потому что я всего один срок была в ОНК. Но вот практика такая, что обычно в 16-м году и позже еще были наборы в ОНК не берут тех, кто был активен таким способом, как я была активна. То есть, на практике не берут? На практике не берут, да. Так-то они, конечно, могли бы это сделать. Да, в Москве пытались судиться по поводу того, что общественная палата, общая говоря, нарушает свой регламент, когда никого не зовет на момент принятия решения. Вообще были вопросы к тому, как они это решение принимали, не разослали ли им протоколы, где они просто подписались. Я правильно понимаю, кстати говоря, о Москве, что предыдущий состав ОНК Москвы был достаточно сильный, а вот этот состав критиковали, что сильных людей туда не пустили. Мне нравится текущий состав ОНК Москвы. Там человек пять есть, которые активно работают. И скольки? Ну, что ты все портишь? Не знаю, ну и сорока, я думаю. Ужас. Ну, то есть, 35 балластов. Ну, на самом деле, активность — это не единственный критерий. Вот, как я понимаю, в Свердловской области есть активные люди, которые ходят и активно говорят, что другие члены ОНК все придумали, а пыток нету. С одной стороны, с другой стороны, там, три активных человека — это могут изменить ситуацию в регионе, потому что огромное количество регионов, где вообще нет никого независимого, или есть один независимый человек. Одним независимым членам ОНК быть очень плохо, потому что члены ОНК могут посещать только по двое. И тогда его просто никто не будет брать с собой, да. А одному нельзя попасть в учреждение ОФСИН? Рабочая группа ОФСИН, МВД. Да, да, да. А можно, например, вот он может вас пригласить или тоже нет? То есть, нужно быть членом ОНК именно этого, ну, то есть, этого города? Этого города, да. Это важно. Более того, субъекты федерации, то есть, у нас довольно обидная ситуация в Петербурге, у нас отдельно комиссия Петербурга и Ленинградской области, а органы власти при этом общие. ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и ОФСИН тоже по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И самое чудовищное учреждение ОФСИН, оно в Ленинградской области, в 20 метрах. Это СИЗО в Горелого. Да, СИЗО 6 Горелого. И поэтому и наших заключенных, с которыми мы взаимодействуем, иногда туда приводят, как Виктора Филинкова в марте, если помните. Это фигурант дела сети. И наоборот, иногда довольно часто к нам обращаются, а мы ничего не можем сделать, потому что... А как у НК Ленинградской области? Их очень мало, просто вот комиссия вся, по-моему, 7 человек. Но там тоже есть 2-3 человека, с которыми мы активно взаимодействуем. Но им пока не удалось переломить ситуацию с этим. Чудовищным изолятором. Там камеры по 100 человек. То есть это СИЗО, а не колония, но камеры там вот как бараки в колониях. ОФСИН обещала закрыть его к весне этого года, но обещала, насколько я понимаю, уполномоченному и Советы по промчеловеку. С их слов это. Но вот что-то не закрыла и как-то перестала об этом говорить. Ян, то есть вы хотите сказать, что, возможно, в этом году вас не выберут? Ну, во-первых, возможно, еще не потом документы. А если потом документы... Нет, ну да. Да, скорее всего, меня не выберут, потому что непонятность, чего вдруг практика должна измениться, она достаточно удобная. А на примете хотя бы есть преемники, назову их так? Или пока ничего не понятно? Достойные преемники. Ну, естественно, да. Те, которые будут работать. Ты знаешь, что вот уже порядочные люди какие-то подадут документы? Или пока нету на горизонте таких? Я уж не прошу назвать фамилии. Я пытаюсь не брать пример с президента. И просто надеяться на то, что люди, которым нравится, или, наоборот, которым не нравится то, что мы делали, которые хотят делать это так же или иначе, пойдут в ОНК. Да, иногда какие-то люди пишут, усоветуются. Сколько на выходе людей подадут документы, я не понимаю. Но это там не сотни человек. Это пока гораздо меньше, чем 40 человек даже. Это количество мест. А что мотивирует идти в ОНК? Вот денег там не платят. Проблем много, если трудиться. Например, да, за тобой Катя Косаревская бегала НТВ по делу сети с микрофонами. Вы можете найти эти видеозаписи. Почему вы покрываете террористов? Почему вы покрываете террористов? Хотя презумпция невиновности действует в России. В чем мотив работы? Да, ОНК одно удовольствие рекламировать. Вам не будут платить. Довольно будет бегать ОНК. НТВ, извините. ОНК не будет бегать. Все будут на вас кричать. Ну, вообще, довольно приятно иметь возможность что-то повлиять, несмотря на то, что в наших реалиях не такая уж частая возможность. Несмотря на то, что по закону ОНК на самом деле мало полномочий, полномочий просто зайти, поговорить с человеком и выйти. Это очень много. Можно изменить, потому что закрытые учреждения, они на то и закрыты, что люди оттуда не могут выйти, рассказать, что с ними происходит, и написать обычно на самом деле тоже не могут. Поэтому, ну, мне кажется, что возможность влияния на ситуацию, которая, вообще говоря, очень плохая, она... То есть это гражданская позиция? Ну да. Нет, ну правда. Ну а что, больше же никаких бонусов. Я еще пытаюсь говорить, что у разных людей с разными профессиональными идентичностями может быть профессиональный интерес, и я не вижу в этом ничего плохого. Журналистки, не знаю, ученые, которые изучают ситуацию в местах предвидительного стяжения. Мне не кажется, что тут есть какой-то конфликт интересов. Вообще, изначально 76-й федеральный закон писался, как я понимаю, под то, что представители разных общественных организаций, не знаю, помогающие бездомным, помогающие ведь позитивным, помогающие, может быть, ЛГБТ-людям, все эти люди посылают своих сотрудников в ОНК, чтобы они в местах предвидительного стяжения продолжали заниматься теми же проблемами, что и на воле. Вообще говоря, неплохая идея. Ну, в общем, да. То есть получается такого человека, который, во-первых, в курсе этой проблемы, да, и он может... Ну там, скажем, организация, занимающаяся домашним насилием, ей явно есть чем заняться в СИЗО в рамках своих уставных целей. Ну, тут вопрос тоже, насколько эта общественная организация, вот та организация, которую может отправить своего человека, то есть она же, как вы сказали, должна быть зарегистрированная и прочее, прочее, прочее. Мне вот интересно, а вот те люди, масса людей в ОНК, которые не проявляют себя в публичном поле, их могут переизбрать в следующий созыв, если они не действуют? Ну, многие, если сравнить этот созыв и прошлый, там перешло довольно много людей, об активности которых неизвестно в публичном поле. Ну, ты накликаешь, что активность в публичном поле, а людей, которые пришли не защищать права, это тоже не очень хорошо. Ну, а вообще, то есть вы знакомы с ними, со всеми членами ОНК, или некоторых вы даже не видели? Не могу сказать. Единственное, что могу сказать, что ОНК начинает функционировать после первого заседания, на котором принимается регламент общественной длительной комиссии. Это, кстати, очень важный момент, потому что в регламент можно написать всякую ерунду и на самом деле сделать невозможную работу. А кто принимает? То есть сами члены ОНК? Да, члены ОНК пишут регламент, и большинством голосов, или, может быть, 2-3, не помню, на первом заседании, куда должна прийти большая часть комиссии, выбирает председатель и принимает регламент. То есть, по крайней мере, было первое заседание, куда пришла большая часть комиссии, проголосовала за председателя и за регламент. Мы сами писали свой регламент и согласовывали его. Ну, мы писали свой вариант, председатель нынешнего ОНК писал свой вариант, дальше мы его согласовывали, и получился в итоге вариант, который всех устраивал, в котором написано, что на самом деле написано, что никто не может помешать двум членам ОНК заниматься тем, чем они считают правильным в рамках закона. В том же том, что в федеральном законе то же самое написано. То есть, новая ОНК будет новый регламент. Да. И, по сути, можно парализовать работу с самого начала. Да, можно, например, прописать, по-моему, так когда-то было прописано в регламенте питерского ОНК, несколько созывов назад, что уведомляет, а, это важно, наверное, сказать, что о любом посещении надо заранее уведомить. В всеми том, что в федеральном законе не написано, как. И мы читаем это как угодно. То есть, звоним обычно от двери в дежурную часть. То есть, может быть, отдел полиции, СИЗО, неважно. Да. Ну, дежурная часть территориального органа того, ну, то есть, либо УФСИН, либо ГУВД. Они в последнее время отключили, видимо, этот телефон ГУВД. Но мы звоним, уведомляем там через 112. И мне кажется, что действуем вполне в рамках 76-го федерального закона. А можно прописать, что уведомляет только председатель, только по факсу. Ну да. Например, в будние дни, в рабочее время. И этим запретить себе все неожиданные посещения в нерабочее время или все посещения, против которых председатель. Или что угодно можно прописать. Потом можно будет говорить, что регламент противоречит 76-му федеральному закону. Но понятно, что... Но он уже есть по факту. Да, понятно, что там обжалование или изменение может занять случайно весь созыв. Я так понял, что вы полностью предоставлены сами себе. Председатель комиссии или какие-то руководящие органы над вами власти не имеют. Как это устроено вообще, работа комиссии? По 76-му федеральному закону все члены общественной датной комиссии обладают равными правами. и никакого исключения здесь для председателя или заместителей председателя нету. В реальности, конечно, невозможно переубедить... Довольно сложно убедить органы государственной власти, что не в любой группе людей есть главный. При этом в законе прописано, что у любой рабочей группы, вот у тех членов ОНК, которые пришли в учреждение, есть старший. Можно, наверное, обходить это так, говорит, что вот-вот, старший. Старший наша рабочая группа. Мы действительно стараемся использовать формулировку рабочая группа, потому что высказываться от имени комиссии мы в своем регламенте запретили всем, и председателю, и другим членам. И корректно поэтому высказываться от рабочей группы, если мы хотим сказать, что ФСБ пытает всех, кто проходит мимо, то мы говорим это от имени меня, Кати и Ромы, или меня и Кати, в общем, тех, кто готов подписаться. Рома это кто? Роман Шершов, член УНК Санкт-Петербурга у этой слежки. А, вот три человека, которых мы и знаем. Да, которые активно действуют. журналисты, наверное, знают чуть больше, чем люди, а мы больше никого не знаем из активно действующих. Холодов вы знаете. Вы председатель Холодов, да. А, ну да, который был на Эхе. Нет, он довольно достаточно публичный. Нет, он публичный человек, действительно. Но он ходил по... Да, он довольно много ходит. Он заключил договор с ОФСИН о том, что УНК может помогать передавать в кресты, и, видимо, в СИЗО-5 еще, помогать передавать технику, там, телевизоры, радио и так далее. После чего ему приходится ходить все время и передавать эту технику. Ну, это важно, на самом деле, кроме шуток. Да, это сотни людей. Когда ты сидишь в СИЗО без телевизора и холодильника, попробуйте. Меня немножко стало в последнее время смущать, и это я не обвиняю. В коррупции, действительно, не обвиняю. Но меня смущает, что я не могу понять, в каких камерах эти телевизоры уже есть, а в каких еще нет. Я вот просила СИЗО написать это. Ну, плюс это еще становится методом давления. Допустим, можно вынести всегда это из камеры, чтобы повлиять на какого-то арестанта либо на всю камеру целиком со стороны администрации. Ты считаешь, что там внутренние такие воспитательные... Я не считаю, это факт. Ну, это по закону так, потому что телевизор передается не человеку, он передается на учреждение, и формально изолятор может без предупреждения и объяснения перевести человека в другую камеру, где нет телевизора. Реально, наверное, это обычно не делается, если... Ну, по крайней мере, так говорится. Я думаю, что плюс-минус это правда, что там если телефон найдут, то так сделают, а если все нормально, то так не будут. Ну, что, мы призываем наших слушателей, если вы чувствуете себя... Готовы, вступайте. Сайт мы скинули join.onk.ru На YouTube мы скинули ссылочку. Может быть, стык? Да, точка орг. Join.onk.org. А сейчас мы прямо с Яной перейдем еще к одной короткой теме. Ну, тут будет... Тут будет любопытная статистика. Да, любопытная статистика. Выводы обсудим уже на YouTube после радиоэфира. В общем, омбудсмен Петербурга Александр Шишлов подвел небольшие итоги на конец прошлой недели. Что же у нас с выборами? Вы нас так активно спрашиваете на YouTube. Отвечаем. Сколько выдвинуто, зарегистрировано и сколько отказано в регистрации разным политическим силам. И вот статистика по самовыдвиженцам и нашим партиям ЗАГС Собрания. Соответственно, что у нас получается? Единая Россия. У нее их отказов в регистрации 4. Гигантское количество. Больше всего у самовыдвиженцев. Среди них, кстати, есть сторонники Единой России 278. На втором месте партия Яблоко. Кто бы как к ней не относился. Плохо есть такие люди. Но вот 225 отказов именно у этой партии. Практически половина, да? Да. У остальных меньше. Но тоже достаточно меньше. Ну, еще раз повторю. Единая Россия 4 отказа в регистрации. Но, как утверждает, допустим, руководитель фракции Единой России нашего парламента Александр Тетерденко, надо уметь грамотно заполнять бумаги. Единая Россия этому учит, видимо. Ну, партия большинства профессионалов. Вот. Все у них так. Соответственно, зарегистрировано у них уже 1186. Человек. А у остальных поменьше. Хотя самоодвиженцев 673. Но нас заинтересовали вот эти цифры. Единая Россия отказов 4. Самогоодвиженца 278. Яблоко 225. Особенно, кстати, по Петроградскому району очень много отказов у Яблока. По-моему, почти везде. Их не пустили. Помните, Петроградский район. Это вотчина спикера. Спикера к собранию главного Единой Роспетербурга Вячеслава Макарова и друга наших оппозиционеров Максима Резника и Бориса Вишневского. Они так говорят. Друг. Вот так. Нет, подожди. Да, друг Татьяна. Неоднократно и публично. Нет, Вишневский же центральный район. Да, но он яблочник. А, да, яблочник. Да, да, да. Просто вот так. Это на подумать вам информация. Вы просили, мы отвечаем. Ну что, нам нужно идти дальше. У нас культ поход, но мы остаемся на YouTube и продолжаем общаться с вами. Рекламно-информационная программа «Культ поход». Сегодня вечером в центральной библиотеке. Так, мы возвращаемся к вам. Про выборы мы вам вроде ответили. Так, Светлана Сигнаевская. Какие мосты разводки? Видимо, сегодня услышала только конец. А, да. Сейчас я вам все сообщу. Да, из-за парада. Во-первых, из-за парада, да, ну, точнее, репетиция парада. Разводка дневная Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского. Ну, то есть практически все важные мосты. Ну, правда, Александр Невский будет стоять, наверное, в дикой пробке. С 11 до 12.15. Но, обращаю ваше внимание, впуск транспорта на эти мосты за 15 минут до разводки. То есть в 10.45 все остановится, и движение начнется только после 12.30. Поэтому и это еще не все. Во-первых, 28 июля, ну, я сразу же заранее сообщу, с 10.30 до 12.15 будет Литейный, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский. Ночью будут разведены 19.20, но это уже было, 22.26 и 29.00 июля Литейный, Троицкий. Ну, я думаю, что все вы сейчас не запомните. Видите, на сайте gov.spb.ru есть все вот это расписание. Но важно, что сегодня днем через мост будет не проехать. Да, вот Маша пишет, Володарский будет стоять, и Володарский будет стоять, и мост Александра Невского будет стоять. Ну, все же... Слава российскому флоту. Да-да-да. Вот. Я что хотел сейчас сказать. По поводу ОНК продолжаем тему. Я решил посмотреть состав общественной палаты. Не хватило мне радиоэфира, не могу не обозреть. Вот прекрасно. Председатель. Нина Васильевна Кукурузова, директор Дворца культуры работников просвещения. Как не та? Это общественная палата Петербурга. Федеральная? А я готов и про Петербург говорить. Ну, давайте, кстати, посмотрим состав российской. А есть там медийные персонажи? Ну, то есть те, которых мы знаем не потому, что они ВНК, а потому, что они... Я поняла вопрос, но я не помню ответ. Там они еще сменились в какой-то... То есть вообще получается... То есть мы говорим о Петербурге, но решать будет Москва? Решать будет Шатеральный центр, да. Обалдеть. И всегда решал. Еще интересно, кто... Нет, не Москвы, а РФ. Они... Еще интересно, кто их назначает, конечно. Лев Каменцев. Прошу прощения, цифры по остальным партиям. Лев, смотрите, заходите на сайт омбудсмена нашего, и там есть эта статистика по остальным партиям тоже. Просто не хотим цифрами забивать эфир. 20.07. выложен текст по выборам, имеется в виду. Лев спрашивает нас, у кого... Ну, попробуй ссылку, если вдруг тебя получится. Да, я попробую сейчас ссылку кинуть вам. Вот. А мы вернемся про ОНК, да. Это очень странно, что Москва вот решает. Ну, как бы это не странно в России, но все равно какой-то федерализм у нас присутствует на местах. И было бы логично, если бы состав ОНК Петербургской определяла Петербургская общественная палата. Поверьте мне, я готов смеяться над всеми общественными палатами. Простите, мне мою неграмотность в данном вопросе. Сейчас мы найдем состав общественной палаты РФ, обозрим. Там, безусловно, есть достойные люди, как у нас в Петербурге. Допустим, Сокуров входит в общественную палату. Буров, в общем-то, Николай Буров. Вот это единственное имя, которое я помню. Вот. Но они не являются ведущими там какими-то людьми. Так, сейчас мы расскажем погоду. Мне кажется, плюс 5 градусов. 22 уже сейчас в Петербурге. По-прежнему штиль. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность 46 процентов. И днем без осадков. До 26 с плюсом. Завтра будет такая же погода. И тоже без осадков. Послезавтра тоже преимущественно без осадков. Лето вернулось в город. Мне кажется, прекрасные новости. Только Кагермазов сидит и печалится. Говорит, что будет липкая жара. Хляби небесные. Мне нужны петербургские небесные хляби, чтобы было прохладный ветерок. Но не будет этого. Будет действительно жарко сутка. Будет по-нашему. Все, кто любит тепло. Да я тоже люблю тепло. Все, кто любит настоящее лето. Обстановка будет спокойная. И это приятно. Оставайтесь с нами на Ютьюбе. А те, кто нас слушает в приемнике, прощайте на время. Так вот, жители Ютьюба. Так, что мы тут нашли? Мы нашли, что президент Российской Федерации, проконсультировавшись со всеми, предлагает достойным гражданам пойти... Мы решили обозреть законы. Так вот, мы говорили, да, об общественной палате. То есть, совершенно безумие то, что Москва решает в данном случае за Петербург. Но, тем не менее, я хочу обозреть состав общественной палаты, но технические средства сейчас против меня. В прошлый раз там были разные хорошие люди. Там Валентин Гефтер, Андрей Бабушкин. Но важно еще, кто входит в состав Совета общественной палаты. Ну, условно, некие такие руководящие органы. В нашу общественную палату, по-моему, входит вот эта вот... Как ее фамилия? Гаорди, которая, да? Надо расшифровать. На самом деле, они пытаются сделать. Что это? Я вот забыл тоже. Гаорди, это... Хотя бы своими словами. Сейчас я объясню. Там матери инвалидов. Да, сообщество родителей. Да, 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 родители. Но, действительно, есть председатель. Она очень активная, кстати. Есть совет, действительно. Есть куча членов палаты, которые... Они могут быть прекрасными людьми, но они не решающие значения. Первое, что мы сделали в рамках своих полномочий, это поругались общественной палаты Санкт-Петербурга. Потому что они должны выдавать мандаты. То есть, общественная палата РФ посылает в общественную палату Санкт-Петербурга мандаты, и дальше общественная палату Санкт-Петербурга их раздает. Просто раздает. Ну, то есть удостоверение. Да, да, да. И они хотели это сделать торжественно, и, соответственно, не отдавали до... А, чем мешали начать работу. Чем мешали начать работу, да. Или просто как-то нас расстраивали. Ну, они тянули по каким-то своим причинам, действительно. Мы хотели уже получить свои документы. Да, родители детей с особенностями развития. Вот, это гардри. Да. Ну, в смысле, здесь усматривается какой-то злой умысел или совпадение? Ну, мы считали, что они хотят до конца разобраться, кто будет председателем, со всеми договориться. Ну, какие-то были внутренние интриги. А насколько затянулась эта история? Сколько не выдавали по времени мандаты? Мы это ускорили вот этими своими скандалами. Но потеряли сколько времени? Да нет, на самом деле не потеряли, потому что по закону полномочия Анкан начинаются не так, как написано в бумажке. Они начинаются вот сразу после первого заседания. И, соответственно, в этот момент заканчиваются полномочия предыдущей Анкан. Поэтому в тот момент, когда мы свои мандаты высарапали, еще у нас не было полномочий, у нас только были мандаты. 4 ноября, кажется, мы их получили. Так а кто в Анкан? Кто в Анкан? Кто еще? Кто эти люди? Ты что хочешь, ОНК или общественную палату? Нет, ОНК. Я вот конкретно... Они загружаются в сайт общественной палаты. Ну, а кто там вообще еще? Да, да. Вот кто эти люди, которые не ходят? Там есть... Например? Нет, там есть люди, которые ходят. Это сотрудницы организации Миноплюс. Неки, если они какими-то общественным контролем занимаются, они занимаются тем, что связано с получением терапии, ВИЧ-положительными людьми и проводят лекции в ряде употребления наркотиков. Они примерно на раз в неделю в каждой колонии у них лекция на эту тему. При этом они также ходят в Ленинградской области, как в Санкт-Петербурге. То есть на самом деле мандаты не очень, мне кажется, влияют на работу. Это люди, которые ходят. Люди, которые не ходят, я особо их и не знаю. Не помню. Ну, даже из каких они сфер деятельности? Просто да, интересно. Бизнесмены, правозащитники, депутаты муниципальные. Муниципальные депутаты. В законе непонятно написано, но общественная палата считает так, что нельзя муниципальным депутатам на этом основании, сколько я понимаю, Бабушкину отказать в какой-то момент. Бабушкин — это известный правозащитник, прежде всего московский, но, в принципе, и российского масштаба. Член СПЧ, да, и, возможно, член общественной палаты. Я вот не уверена. Если бы наши компьютеры и сайты общественной палаты работали быстрее, мы бы решили этот вопрос. Пардон. Так, сейчас я попробую. Что надо подать? Какой пакет документов нужен? Базовый. Не обязательно всего что-то последнего. Фотография 3х4. Во-первых, главное, что нужно сделать, если вы решили идти в НК, и еще даже не нашли организацию, нужно обязательно запросить справку об отсутствии судимости. В законе это не прописано. В законе просто написано, что вы не должны быть судимы. Но общественная палата читает так, что в их рекомендациях это написано, что нужно обязательно справку об отсутствии судимости, которую могут долго делать. потом нужны... Ну, в общем, про каждую из ваших характеристик, которые необходимы, нужно какой-то подтверждающий документ. Опыт про защитную деятельность, значит, нужна копия трудовой книжки. Ну и так далее. Еще можно собирать рекомендации от людей, которых вы хотите, или от общественных палат, или от полномоченных. А можно не собирать. В наш созыв вообще никак не влияли эти рекомендации. Не прописано, что общественная палата должна прислушиваться к этим рекомендациям. Ну вот 25 человек, помимо Яны и Холодова... Это мы сейчас рассказываем про состав УНК Петербурга нынешний. Про состав, да. Промимо Екатерины, Бакулина Татьяна Викторовна. Это вот именно плюс как раз. Ага. Волкова Любовь Леонидовна. А Волкова Любовь Леонидовна замечательный человек. Мы с ней ходим, когда можем. Она и в прошлом созыве была, и ходила вместе с Леонидом Агафоновым, иногда с Борисом Петелеевым. Она, может быть, больше гуманитарными вещами занимается, но совершенно не отказывалась даже и по делу сети с нами ходить. Горелов Эдуард Александрович. Мне казалось, что он не ходит, но вот недавно я увидела в журнале СИЗО-1 какие-то... Да, УНК в конце своих посещений пишет... Отчеты? Не отчеты даже. У них есть специальная книжка, которая лежит в учреждениях в СИН. В отделе полиции такого нет. Лежит или должна лежать? Нет, лежит. Учреждение в СИН лежит. И мы там пишем, ну, пожалуйста, выдайте лекарство такому-то, или, наконец, не знаю, настройте все часы на правильное время в крестах. Это невозможно. И по-хорошему должны там справа где-то расписываться. Да, настроили. Нет, не будем врача посылать. Ну, как-то реагировать. В реальности этого обычно не происходит. И вот в этих книжках действительно практически большинство членов УНК не пишет ничего. Ну, и, наверное, это значит, что и значит, не занимается тем, чтобы там врач приходил или что-то такое еще происходило. Хотя, не знаю, Холодов говорит, что он просто на месте решает, поэтому не пишет в журнал. Вот. И я недавно видела, что Горелов писал, да, написал настоящие. Кипатова Кира. Это тоже именно плюс. А Кириллова Оксана Вадимовна? У нас, кажется, личный конфликт. Я не буду говорить. Хорошо. Корпусов Эдуард Васильевич. По-моему, не ходит. Ну, по крайней мере, я не видела его. Крюков Александр Владимирович. Тоже. В начале как-то говорили о чем-то, но я не видела. Лоза Александр Михайлович. Вообще говоря, он собирался заниматься тоже помощью ВИЧ-позитивным людям. Но я не видела, чтобы он ходил. Мазаев Александр Васильевич. Это председатель Красного Креста, заместитель председателя Холдова. Он в каких-то больших командировках был. У нас с ним очень разное понимание того, что вообще должно происходить в местах принудительного сдержания. В частности, в то время на сдержание иностранных граждан. Малков Андрей Витальевич. А это я могу сказать. А он член общественного палаца Санкт-Петербурга. Помощника Виталия Милонова. Некоторые люди плохо называются об этом человеке. Называют коррупционером. Я ничего не знаю. Но я услышал такие отзывы. Георгий Марцинкевич. Вот, по-моему, они с Горелым ходили недавно в Кресты. До этого я долгое время не видела никаких следов их посещения. Михайлов Александр. Не знаю этого человека. Михайлов Артур. Артура знаю. Артур живет в Колпине. И иногда, когда мы ездим в Кресты или в Колпинские отделы, назовем его с собой. Орлов Александр. Палатируется в Мундиапе, кстати. Ничего не знаю об этом человеке. Мы обозреваем состав Петербургского ВНК. Пастыр Николай Иосифович. Бывший сотрудник. Но это не синоним того, что плохой человек, по крайней мере, обещал с нами ходить. По-моему, ни разу ничего из этого не вышло. Самонов Вячеслав Анатольевич. Это Слава. Он юрист Ночлежки. Скомороха Олег Александрович. Он, вообще говоря, священнослужитель. И мне кажется, мандат ему особо не нужен. В том смысле, что его и так пускают. Он обычно, по-моему, ходит по одному. Православный, да? Да, да, конечно. По-моему, три православных священнослужителя в составе комиссии. Я просто не помню фамилии остальных. По-моему, он вдвоем не ходит как член ВНК, а ходит один как священнослужитель. Я к нему обращаюсь со всеми вопросами, которые поступают по разным религиям. От заключенных и от... Сычев. Юрий Анатольевич. Я не помню. По-моему, он лишен статуса, но я не уверена. А вот Виталий Нович-Домарский, наш главный редактор, заходит. А мы продолжаем на Ютубе. Мы обсуждаем состав ВНК. Привет всему Ютубу. Вот, Ютуб, если ты слышишь нас. Можете зайти и поприветствовать. Сейчас лайк поставлю. Обязательно, да. Давайте лайк. Возможно, священник тоже. Я не уверена. Ага. Татарский? Не помню, кто этот человек. Мне кажется, он не ходил. Федотов Сергей Иванович? Вообще не помню. Хамидов Гулам Рахматович. Это вот второй человек от Красного Креста. Тоже не ходил. Дальше. Вот так вот. Не густо. Вот сейчас я нарушила кодекс этики, потому что член ВНК не может публично плохо отзываться от других членов ВНК. А мы, во-первых, в Ютубе, а потом мы не... Так, вроде, не было ничего плохого. Нет, если не знал и не ходил, это же не значит, что... Это плохо или хорошо. Нет, это я ругаю документ, который называется кодекс этики. А, понятно. Но, тем не менее, видите. Ну что, друзья, в общем, ужасно пугает меня мой компьютер. Я вам еще все ссылки накидал. Может, у меня получится. А я буду сегодня еще читать новости, поэтому побегу готовиться. Наши технические сотрудники тоже должны отдыхать. Вот. Это были Татьяна Троянская, Сергей Кагермазов, Утренний разворот и Яна Теплицкая, члены Общественной обладательной комиссии Петербурга. Вступайте, пожалуйста, в Общественную обладательную комиссию Петербурга. Да, в ВНК. Join.onk.org. Еще раз повторю. Спасибо, что были с нами. Большое всем пока.